добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики очень много вопросов в комментариях задают по поводу режима ремонт на китайских зарядных устройствах и решил запилить такой ролик и чтобы показать какое влияние этот режим ремонта оказывает и вообще оказывает вот или нет на состояние аккумуляторных батареи вот начну с того что вот привезли мне такую батарейку батарейка от скутера значит батарея джим и вот с такими показателями тестер отказывался ее видеть но вольтметр мультиметр показал что на ней есть 12 вольт 1204 произвел заряд этой батарейки на вот таком интеллектуальном зарядном устройстве китайском которая неплохо справляется с этими сажаем батареями и после окончания заряда мы имеем вот такие параметры значит вот как видим так вспышку отключим как видим ноль процентов по суху 96 процентов заряд батарейка начала проседать 9 ампер пусковой ток и сопротивление 18182 нрc 1258 экспериментировать будем на вот таких вот зарядных устройствах вот одно синее у меня одно желтое и сейчас я подключу эту батарейку к одному из них к этому желтенькому и оставим ее до следующего дня то есть мне сейчас рабочий день мой завершается завтра сутричка сделаем опять замер что нам дает этот режим ремонта сейчас я подключу и покажу как этот режим ремонта включается ну вот батарейка у нас подключена зарядного устройства вот так она выглядит включаем зарядное устройство 1 она заряжает но нам заряд не нужен батарейка как видим сразу переходит в режим full то есть батарея заряженная и вот одна кнопка которая имеется на этом зарядном устройстве и мы купили репарх или репаир в английском я не силен как объясняют китайцы режим ремонта но давайте будем думать и думать думать мы уже не будем а будем посмотреть что нам этот режим даст и вообще дает он что-нибудь или нет вы надеюсь вы запомнили показатели которые были на этой батарее привезли мне вместе с ней еще одну батарейку он так вот она стоит пригорюнившись здесь и я ее поставил на заряд опять на это интеллектуальное устройство ну это батарейка дышащие то есть она еще поработает в отличие от этой которая абсолютно мертвая ну посмотрим поможет ли это этому мертвому припарка в виде работы вот такой вот пульсация еще это поможет ли ли режим ремонта нашей убитой батарейки что пока отключаем запись и так друзья ремонтировались мы на этом китайцы 17 часов а теперь давайте посмотрим на результат этого ремонта сейчас подключим тестер пока отключусь и так подключили тестер а джем плоского типа и 100 амперчиков ох ты о чудо должны мы по идее сказать но чудо не произошло параметры у нас ухудшились стало по нулям 4 ампера и нрц на удивление стало меньше 1136 это говорит о том что мы просто-напросто добили эту батарею вот этим ребят и так и так и так и так добили эту батарейку этим режимом ремонта и что могу сказать резюмируя что толку от этих высеров китайских абсолютно я не вижу это всего лишь маркетинговый ход для того чтобы покупатель повелся и приобрел это зарядное устройство с такой вот функции все наглядно давайте сделаем еще повторную проверочку чтобы это было более убедительно идет просадка то есть если после основного заряда мы видели хоть какое-то напряжение вот этот пульс пульсирующий ток пульсирующее напряжение как бы режим ремонта эту батарею окончательно добил он ее приговорил и дает нам основание полагать что она вообще никуда не годная то есть как видим эта банка здесь одна из банок отставала и она пришла в полную негодность применение вот этого режима пульсации я вижу только в одном случае иногда им пользуюсь это в том случае если батарея полностью села полностью высаженная там до 3 до 4 вольт и вот этот режим ремонта позволяет набить какое-то напряжение для того чтобы это зарядное его увидела и начало с ним работать потому что при минимальных при низких напряжениях это зарядное она не видит нашу батарею и абсолютно не хочется начинать с ним работать вот как то так ребята можно было также хочу снять ролик про для вернее не про а для любителей всякого рода качелей всякого рода ктц показать что вся вот эта лабуда придумана блогерами которые хотят выделиться и показать какие-то свои супер навыки супер возможности вот такими высерами при первой же возможности я думаю что я это сделаю для того чтобы ведь дело в том что я работаю не со своими батареями в основном я работаю с чужими и когда будет возможность показать что возможность добить эту батарею я это обязательно покажу приедет клиент которого с мертвой либо с полумертвой батареи и если я смогу его уговорить на то чтобы продемонстрировать вам вот эти вот всякие ктц всякие качели там абсолютно ненужные да иногда реанимационные действия они приносят результат но очень редко и есть такие случаи когда я тоже работаю но не со всеми батареями в основном с батареи нужно работать в один прогон поверьте на слово те сульфаты которые висят на пластинах они просят только одного что вы сняли аккуратно и бережно с пластин а не какими-то ударными там дозами какими-то разрядами каждый разряд каждый разряд батареи это уменьшение ее ресурс как бы ни было любая из батареи любой из аккумуляторов он рассчитывается на заводе производителем на определенное количество зарядно-разрядных циклов если вы эти зарядно-разрядные циклы ускоряете вот этими ктц и всякими потом качелями то вы просто-напросто уменьшаете срок жизни этих батарей ну чтобы это доказать я не собираюсь никому этого доказывать но попробую вам это продемонстрировать потому что очень много комментариев чё ты не сделал ктц надо было всего лишь навсего сделать ктц и батарейка бы пошла ну ребят я показываю то как я работаю и показываю работу для достижения оптимального и нормального хорошего результата положительного не то что я умею делать как это многие делают всего лишь навсего ради хайпа показывают что вот я знаю такие приемчики вот так это нужно делать нет друзья наглядный пример вот она стоит которые могла еще какую-то лампочку там в течение пяти минут погреть сейчас мы эту батарею просто-напросто вот этим ремонтом маркетингом маркетинговым которые прописали в этом зарядном устройстве мы ее убили приговорили окончательно ну чтож опять получился длинный ролик не из ничего из ничего вернее поэтому друзья всем здоровья всем удачи буду заканчивать напишите в комментариях если и желание на я сделаю отдельный ролик по качелям по ктц и покажу реальную вредность этих извращений аккумуляторами реальную вредность этих понтов будем так говорить ладно всем добра удачи берегите свои батарейки всем пока